Добрый день, меня зовут Светлана Дубинчина, я директор в службе инвестиционных соглашений компании АО «Инфравэб», занимающейся крупнейшими инвестиционными проектами в этой стране. Сегодня меня попросили раскрыть понятие термина «маршрутизация в медицинских консессионных соглашениях». Сразу обратим внимание на то, что маршрутизация как юридический термин в гражданско-правовом смысле, конечно же, вещь сложносоставная и сформированная искусственно, поскольку ни закон о консессионных соглашениях, ни закон о СГЧП не дают его понять, и понятие маршрутизации как таковое. Если мы посмотрим в приказ Минздрава 108Н, который утверждает правила обязательного медицинского страхования, мы обратим внимание на то, что страхованное лицо имеет право само выбирать себе медицинскую организацию, и лечащий врач, когда страхованное лицо обращается в медицинскую организацию, должен показать альтернативу, куда еще можно обратиться за данным видом услуги. Соответственно, нет прямого закрепления направить конкретного больного, и обязанности публичного партнера медицинской организации направить конкретного больного в конкретную медицинскую организацию. Если даже оно как таковое есть, то пациент может выбрать другую организацию. Но, тем не менее, в практике деятельности и организации работы Минздравом Российской Федерации маршрутизация сформировалась как явление, и в основном для планирования деятельности и обеспечения оказания услуг медицинских населения. И здесь ключевым является приказ Минздрава 17.06, который установил правила и методологию для субъектов Федерации по разработке дорожных карт по улучшению оказания услуг в социальной сфере, и в частности определил, что в субъектах Российской Федерации должна внедряться и развиваться система этапного оказания медицинской помощи. Здесь выделяется три этапа медицинской помощи. И внедряться система маршрутизации направления пациентов в конкретные медицинские организации. Сразу оговоримся, это скорее административное решение. Но, тем не менее, для чего она нам нужна в концессионных проектах и проектах из ГЧП? Здесь обратим внимание вот на что. Безусловно, инвестору важно вернуть вложенный капитал. И это может быть обеспечено только при определенной загрузке объекта, медицинской инфраструктуры. Здесь нам нужна маршрутизация. Это некая гарантия объема. Для медицинских концессий не характерна юридическая защита на уровне закона в полной мере такого понятия, как минимальный гарантированный доход. Это производное условие, которое мы косвенно внедряем через условия об особых обстоятельствах, которые очень сложным образом структурируем в рамках концессионного соглашения. Тем не менее, маршрутизация работает именно на это условие. На условии о минимальном гарантированном доходе и минимальном потоке, пациентопотоке на конкретный объект. На уровне субъектов федерации, как правило, принимаются нормативно-правовые акты, которые устанавливают систему маршрутизации на медицинские объекты и указываются конкретные медицинские организации, которые могут оказывать услуги на соответствующем этапе. Первом, втором, третьем, в зависимости от сложности. Итак, маршрутизация — это более административный рычаг, нежели гражданско-правовой. Тем не менее, сделки концессионные и сделки СКЧП часто содержат указания в качестве обязательного условия принятия публичной стороной нормативно-правового акта, устанавливающего элементы маршрутизации пациентов на конкретный объект. Задача этого условия в основном для обеспечения минимального гарантированного дохода частного партнера, который приходит с капиталом для реализации проекта. Вопрос юридической защиты данного условия во многом обусловлен структурой инвестиционного соглашения. Как правило, на сегодняшний день условия маршрутизации компилируются в обязательства публичной стороны по принятию соответствующего нормативного акта и в особые обстоятельства, которые связаны с тем, что либо поток не обеспечивается, либо нормативный акт не принимается. Большое спасибо! Спасибо!